Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и их влиянии на те торговые идеи и инструменты, которые составляют основу нашей спекулятивной, активной торговой деятельности. Мы в новом 2020 году, он начинается очень жарко, друзья, как минимум с бешеного спроса на защитные инструменты. Это очевидно сейчас заметно по динамике того же самого золота, потому что здесь перевыполнение всех мыслимых и немыслимых планов золота уже далеко выше 1550 долларов за тройскую унцию. Напомню, что для нас этот ориентир выступал с таким, ну как минимум среднесрочным уровнем, к которому мы стремились, к которому хотели добраться. Но сейчас котировки золота уже 1574, друзья, и самое время говорить о тех целях, которые сейчас уже являются приоритетными для этого актива. Я думаю, что при том новостном фоне, который уже сложился и при его неизменности, у золота есть все шансы, чтобы сохранить мощнейшую восходящую динамику и добраться уже до 1600 долларов за тройскую унцию. К золоту мы еще вернемся. Я думаю, что к нему мы будем возвращаться сейчас все чаще и чаще, как минимум на ближайшие несколько недель. Точно это будет один из основных инструментов финансового рынка, на который нам придется поглядывать. Потому что считаю, что золото это сейчас самая настоящая лакмусовая бумажка отношений инвесторов к защите и рисковым инструментам. Ну, обо всем давайте по порядку. Напомню, друзья, что сегодня, как и всегда, традиционный для понедельника вебинар. Правильный понедельник, он пройдет в 16.30 по московскому времени. С большим удовольствием вас всех на него приглашаем. Мы подведем итоги короткой прошлой недели, но все равно есть о чем поговорить. Нужно понять, друзья, что мы багажом перетащили в 2020 год и с чем мы будем дальше работать. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно присоединитесь к прямому эфиру. Если нет, ну, как минимум, тогда ознакомьтесь с содержанием этого вебинара уже на нашем канале на YouTube. Запись мы добавим сразу же, как только закончим вещание. Давайте поговорим о рынке черного золота. Это нефтянки, которая также очень радует покупателей. По-другому и сказать нельзя, друзья. Сейчас 70.22 это стоимости бренда. Так же, как и в отношении рынка классического золота, здесь стоит замахиваться на уровне гораздо более выше лежащей. Для бренда это уже цель 75 долларов за баррель. Почему бы и нет? Мы ведь говорим о новостном фоне в виде эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Для классической нефти, пожалуй, это самый взрывной, самый интересный, самый значимый фундамент, который только можно найти. Повторюсь, друзья, что очень сильное событие, очень сильная напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства иранского генерала Косема Сулеймани. Это произошло еще на прошлой неделе. Сейчас весь рынок и весь мир замер в ожидании того, как ответит Иран. Опять же, верховный лидер Иран отметил, что месть будет страшной. Трамп тут же еще больше обострил ситуацию, что в случае какого-либо ответа со стороны Ирана Соединенные Штаты Америки нанесут удар по 50 ключевым стратегическим узлам, предприятиям и локалям Ирана. Друзья, я думаю, что просто так этот новостной фон в прошлое не уйдет, мы о нем не забудем. Я думаю, что что-то все-таки произойдет. Дальше, как минимум, это усиление вот этой напряженности и неопределенности. Рынок уже продолжает активно закладывать это в котировки защитных инструментов и нефтянки. Но пока у нас этот фон остается центральным, я думаю, что стоит его использовать для того, чтобы стать частью вот этого ралли, продолжающегося развиваться. Поэтому по бренду у меня довольно амбициозная цель 75. Это круто, конечно же. Ну а что поделать? Ведь такой он Ближний Восток и его влияние на этот актив. Кроме того, я хочу отметить, что помимо Ближнего Востока у нас сейчас есть и другие факторы поддержки. Это данные по запасам нефти. На прошлой неделе мы получили цифры о резком сокращении запасов. Я думаю, что это один из рекордных показателей за последний, может быть, даже год или даже больше. Потому что запасы за неделю снизились на 11,4 миллиона баррелей. Ну и плюс ко всему, друзья, мы 15 января ждем сделку и соглашение между США и Китаем. Это первая фаза торгового соглашения. Конечно же, если порассуждать на эту тему, это отнюдь не окончание торговой войны, но это хоть какой-то, друзья, позитив, поэтому мы можем его сейчас использовать. То есть, резюмируем, рынок черного золота сейчас опирается на серьезную фундаментальную базу. Поэтому нужно ее использовать и ставить на дальнейший рост. Доллар и иена 108.04. Здесь фон неоднозначный. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что на фоне повышенного спроса на защиту сейчас стоит делать ставку на снижение пары доллар и иена. Это действительно, скажем, предсказуемые и вполне ожидаемые ориентиры. То, что, например, доллар иена кажется ниже 107 иен за доллар. Но, с другой стороны, у нас, опять же, есть и позитивный фон, связанный с тем, что США и Китай выйдут на подписание первой фазы торгового соглашения. У нас довольно неплохой отчет по индексу ОСМ разгона инфляции, который был опубликован в минувшую пятницу. Ну и, соответственно, если, опять же, правильным образом развернуть эту статистику и примерить ее к теме изменения процентной ставки, то это может укрепить ожидание того, что Федрезерв, сильный отчет, имею в виду, не будет торопиться с дополнительными мерами экономического стимулирования. То есть, по идее, это позитивный момент для доллара. Но все-таки отдадим должное ситуации на Ближнем Востоке. Это тема номер один, номер два и номер три. Если мы так активно транслируем ее в динамику черного золота и классического золота, я думаю, что и для пары доллар-иена на какой-то период времени эта тема также будет определяющей. Поэтому приоритете, друзья, сейчас, если есть желание торговать этой валютной паре, то открытие, конечно же, коротких позиций. Евро против доллара 1.11.63, бегство от риска, снижение евро на фоне слабых макроэкономических отчетов. Это актуальные сейчас фундаментальные посылы. 1.11.63, повторюсь, это уровень гораздо ниже, чем максимум локальный, который был сфиксирован чуть больше недели назад. Я активно продаю евро с уровня 1.12, буду впоследствии увеличивать продажи. Сегодня у нас активность в сфере услуг Германии и еврозоны. Индексы выйдут в 1.155 по московскому времени. Завтра данные по инфляции, то есть в каждом отчете по ожиданиям у нас дополнительные аргументы, чтобы по-прежнему ставить на распродажи евро в связи с ожиданием более мягкой экономической политики. По фунту ситуация другая, друзья. 1.3083 фунт нам уже не раз доказал, что для него определяющей темой является все-таки новостной фонд по Брекзиту. Это, опять же, доказывает чрезмерную волатильность. Каждый раз, когда на рынке появляются комментарии со стороны правительства, парламента Англии и Европейского союза, Еврокомиссии, если быть точнее, касательно условий Брекзита. Парламент возвращается с каникул. Сегодня первые рабочие будни. Соответственно, мы ждем подробности относительно того, как парламент будет искать общий язык с Борисом Джонсоном относительно периода переходного для Англии о выходе из состава Европейского союза. Я надеюсь, что удастся убедить Джонсона все-таки не сокращать период до перспективы меньше года. И если это удастся сделать парламенту, фонд, конечно же, окрепнет. Поэтому я по-прежнему ориентируюсь на то, что пара имеет очень хороший потенциал возвращения в район отметки 1.35. Австралийство против доллара 0.69.36. Друзья, несколько часов назад вышли данные слабые по производственному сектору и по сфере услуг. Если интересуют конкретно цифры, посмотрите в экономическом календаре. Но там показатели ниже 50. Это самый настоящий спад. Также пожары, о которых мы говорили, уже вплотную приблизились к Сиднею. Это, я думаю, что можете поискать на просторах интернета, опять же, в видео. Убедитесь в том, что это так. Не стоит недооценивать этот риск. Я говорил о том, что для сельского хозяйства это серьезный фактор давления уже в конце первого квартала. Поэтому Резервный банк Австралии на заседание в начале февраля снизит процентную ставку. Ориентируемся на то, что пара к этому времени окажется ниже 0.68. Цель ближайшая 0.67. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.